Музыка Ну все, 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 я понимаю, там смена концепции, все такое, но мне что, может еще зубы за себе золотые сделать? Я, блин, не 50 сент вам, короче Не, 50, я против тебя ничего не имею, ну, это не мой стиль это Итак, привет, дорогие мои друзья А нельзя зонт как-то пониже держать, что ли? Так вот нормально? Нет, повыше чуть-чуть тогда Блин, у меня рука уже устала, Софи Ну поставь его куда-нибудь, что ли, просто тогда Да, да, и я очки тогда сниму, а то так неудобно Итак, с вами снова говорящая Чихуахуа Софи И сегодня мы поговорим о перелете на самолете с вашей собачкой Я уже очень подробно рассказывала о том, как перевезти собаку в другую страну И какие документы для этого нужны И как подготовиться к полету, и что взять с собой в самолет Об этом есть целое длинное видео, поэтому повторяться особо не стану, напомню лишь кратко Для поездки за границу вам понадобится Вет-паспорт международного образца, чит, справка от ветеринара о состоянии здоровья, которую вы в аэропорту обменяете на международный сертификат Если едете не за границу, все то же самое и тот же ветконтроль, только международный сертификат вам не выдают Также нужно приобрести соответствующую правилам авиакомпании перевозку Правила у всех разные, помните это и уточняйте заранее В аэрофлоте, например, перевозка должна вмещаться под сидение, а вес собаки с перевозкой не должен быть больше 9 кг, иначе ей придется ехать в багажном отделении Перед полетом не нужно колоть и давать собаке успокоительные и снотворные, ни в коем случае Плотно кушать тоже не нужно В самолет взять обязательно водичку и пеленку, если собака захочет в туалет Для кого-то можно взять корм А теперь о том, как мы с Эйвеном летели в Таиланд на нашем примере Сначала мы сходили к врачу, где нас осмотрели и дали справку, что мы здоровы У нас уже были международные ветпаспорта и в них прививки, чипы тоже были Затем нам купили перевозки, подходящие под правила аэрофлота Билеты лучше бронировать заранее, потому что обычно больше двух собак на борт брать запрещается У некоторых даже больше одной, поэтому чем раньше вы озаботитесь билетами, тем лучше В аэропорт мы ехали уже в перевозках, и там были уже в перевозках В аэропорту мы отправились со всеми документами в ветконтроль, где вместо справки нам выдали международный сертификат После этого нас весили и оплатили наш проезд В самолете мы сидели в перевозках под сидением, либо иногда на соседнем сидении Мы с Эйвеном неразлучные, поэтому мы даже вместе залезли в одну перевозку Полет мы перенесли нормально, хотя лететь было далеко, целых 10 часов Плюс еще в аэропорту какое-то время и после в другом аэропорту в Таиланде С собой кроме пеленок, воды и корма на всякий случай у нас ничего не было Между прочим, пеленки в полете нам не пригодились, хотя летели мы далеко Большую часть полета мы проспали, поэтому если вам лететь час, два или три или четыре, то это вообще не проблема По прилету в Таиланд мы пошли в ветконтроль Таиланда И там нас осмотрели и выдали тайские документы на въезд В разных странах правила ввоза животных разные, уточняйте их обязательно заранее На самом деле все не так сложно, как кажется, если у вас все в порядке с документами Так что не бойтесь, путешествуйте со своими малышами, пусть они смотрят мир вместе с вами Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы вконтакте и будет вам счастье Пока-пока! Наконец-то можно попить кокосик Папоротник, не трогай меня, папоротник Не видишь, я кокос пью? Вкусный все-таки Что-то жарко Или это кокос? Эйвен, как ты думаешь, ты всегда был собакой? Софи, в значении, характерном для фундаментальной онтологии, понятие бытие фиксирует аспект существования сущего, в отличие от его сущности Если сущность определяется вопросом, что есть сущая, то бытие вопросом, что значит, что сущая есть Чего? Ничего, Софи, забудь Субтитры сделал DimaTorzok